Никто не может сказать, где вас будет подстерегать опасность. В любом городе и стране с очень низкой преступностью есть места, куда не стоит соваться обычному человеку, а тем более иностранцу. Итак, давайте рассмотрим несколько самых опасных городов в мире. Сьют-Хуарес, Мексика. Городок Сьют-Хуарес расположен на границе между США и Мексикой. На сегодняшний день он считается самым криминогенным в мире. А все потому, что Сьют-Хуарес – важный транспортный узел, в том числе и для транспортировки наркотиков в США. Из-за того, что местные криминальные банды пытаются добиться влияния в городе, постоянно происходят стычки и убийства. В настоящее время там каждый день в среднем погибает до 12 человек. Каракас – столица Венесуэлы. Его центр представляет собой бесконечные торговые лотки с дешевыми китайскими товарами. Здесь беспощадно относятся к туристам, которых просто могут раздеть средь бела дня до гола и убить. Нападения на туристов стали обыденностью для Каракаса, и потому без охраны приезжему человеку лучше не появляться. Вся причина такого уровня преступности в том, что в Венесуэле проблемы с безработицей и низкая заработная оплата. Людям попросту не на что жить, и потому они вынуждены прибегать к таким непопулярным мерам, чтобы хоть как-то существовать и не умереть с голода. Любимое развлечение детей здесь – бросать петарды в толпу людей и с хохотом наблюдать, как взрослые падают на землю от страха получить пулю. Каждый день на улицах города убивают в среднем 30 человек. Сан-Педро Сула. Гондурас. Второй по величине город Гондураса. Считается самым развивающимся в Гондурасе. Город, монетный двор которого некогда производил пятую часть всего золотого запаса Испании, в стоящее время известен напряженной криминогенной обстановкой. Хоть Сан-Педро Сула и считается привлекательным туристическим районом, все же не стоит беззаботно относиться к его жителям. Если посетить его трущобы и отдельные районы, можно там и остаться навсегда. Каждый день на улицах города убивают в среднем по 6 человек. Гватемала. В стране невероятно развиты все виды преступности. От безобидной коррупции до хорошо организованных банд. Банды иногда занимают целые кварталы, куда не заходят полицейские. Также, уж очень любят тут дергать сумочки и фотоаппараты у зазевавшихся туристов. Везде висят пиктограммы, сообщающие о том, что в магазины и общественный транспорт вход с мороженым и оружием запрещен. Все, что только можно, счетчики, люки, домофоны приковано так, чтобы невозможно было стащить. Везде вооруженная охрана. Она особо не церемонится с бандитами и иногда расстреливает целые автобусы. Каждый день в столице Гватемалы в среднем убивают 5 человек. Сан Сальвадор. Уличные банды охотятся на людей то в знак протеста против власти, то с целью ограбления, то в качестве расплаты за сотрудничество с полицейскими. Члены группировок наносят на стены граффити с надписью «Видеть, слышать и держать рот на замке». Морги постоянно переполнены, поэтому тела убитых, которые не удалось опознать в течение нескольких месяцев, сбрасывают в братскую могилу на городском кладбище Бермеха. По данным Daily Mail, группировки Сальвадора обогнали по жестокости даже террористов запрещенной в России организацией ИГИЛ. В среднем каждый день здесь убивает 10 человек. Кали, Колумбия. Колумбия – развивающаяся страна. Ее экономика строится на торговле нефтью и наркотиками. Их возят по территории страны тоннами, а власть ничего не делает. Колумбия является самым крупным экспортером кокаина в мире. Здесь изобилует насилие со стороны наркокартелей. Такое положение дел приводит к тому, что наркокартели, имея огромные денежные средства, контролируют жизнь всей страны. И власти мало что могут с этим поделать. В среднем каждый день здесь убивают 4 человека. Киптаун, ЮАР. Киптаун по праву можно назвать одним из самых красивых городов мира. Однако его трущобы усугубляют это утверждение. Нерадивые туристы, которые изобретают сюда, могут лишиться не только ценных вещей, но и жизни. Изнасилование считается обыденным делом, им даже не ведут полицейскую статистику. А вот уровень спида просто зашкаливает. В город Киптаун приезжают на практику по извлечению пуль из живых и мертвых людей хирурги из разных стран с неразвитой преступностью. Каждый день в городе убивают в среднем четверых, а каждый час случается изнасилование. Порт Морсби, Папуа, Новая Гвинея. Низкий уровень жизни населения, безработица, ужасная статистика смертности поражает приезжих. Несмотря на то, что у города есть свое правительство, город прогибается над весом бандитских группировок. На сегодняшний день известно 4 крупных преступных группировки. Границы влияния той или иной банды обозначаются посредством соответствующих граффити. Для обычных белокожих людей это место представляет особую опасность. Здесь не любят белых. В местных лесах обитают племена кровожадных папуасов, готовых убить любого, кто зайдет на их территорию. Чаще всего так и происходит с туристами. На их счету множество нападений и убийств. Все это делается из-за нехватки еды и денег. Тем более работать здесь практически негде. Каждый день в городе убивают в среднем одного человека. Детройт, США. Сейчас основная часть города разрушена и сожжена. Работы нет. В ночь перед Хэллоуином здесь образовалась традиция «Ночь дьявола». Это означает поджигать дома и уничтожать часть города. Здесь отмечают значительные показатели насильственных преступлений, таких как убийство, изнасилование, ограбление и нападение при отягчающих обстоятельствах. Каждый день в городе в среднем погибает два человека. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова